Известный, большой и великий по своему смыслу достоверный хадис относительно что такое Ислам, Иман и Ихсан. Полный вариант перевода смыслов и ссылка на источник смотрите под видео. Я же вам процитирую лишь маленький фрагмент. В данном случае это свод хадису Мама Муслима. Пророк Мухаммад сказал. Переводов может быть множество. Не буду переводить. Что такое Ихсан? Это когда ты молишься Богу подобно как видишь Его. Да, конечно, ты не видишь Его, но Он ведь видит тебя. Поклонение Всевышнему Творцу – одна из главных составляющих в жизни человека. И в Коране об этом говорится неоднократно и в высказываниях пророка Мухаммада, в хадисах. Поклонение включает в себя большое количество самых разных форм, в том числе наши благодеяния, создание семьи и воспитания детей. Но есть определенные конкретные формы поклонения Богу. И одна из этих форм для мусульман обязательная молитва. Пятикратная, ежедневная. И когда ты ее совершаешь, то вспомнить об этом хадисе уместно. Поклоняться Богу подобно как ты видишь Его. Конечно же ты Его не видишь. Бог в трансценденте, не ограничен ни местом, ни временем. В Коране говорится нет ничего подобного Ему. Да, безусловно, ты не видишь Бога, но Он ведь видит тебя. То есть поклоняешься подобно как видишь Его. Относительно мусульманской молитвенной практики не нужно усложнять для себя эту часть, важную часть жизни. Нужно подходить проще. Но придется быть более, стать более дисциплинированным. Также нужно будет изучить самый оптимальный минимум в вопросах омовения. Оптимальный минимум в ракеатах фарда, самое необходимое. Если опоздал, как восполнить. Если в пути, как совершать. Если есть затруднения со временем, как можно в исключительных случаях объединить. Это все очень подробно, достоверно пояснено в книге «Мусульманская молитвенная практика». Рекомендую, прочитав ее один раз, вы будете на протяжении всей жизни к ней возвращаться, уточнять. И она станет вашим путеводителем именно в вопросах мусульманской религиозной практики. Главное, что достоверно. И именно с учетом нюансов ханафитского и шафиитского и субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...